Девочки, залипайте! И это всё для меня, представляете? Ребятки, вы только гляньте, а? Я сейчас немножко сяду, успокоюсь, потому что я ещё герничаю. Ребята, аромат свеч – это просто прелесть. Ну что, пошлите попробуем водичку. Боже, какая она горячая! Ребята, это неповторимо. Это просто неповторимо. Девчонки, спасибо вам огромное. Честно говоря, это такой подарок для меня вы себе представить не можете. Это просто балдёж. Я наслаждаюсь за вас и за всех. Мне это так нужно было. Спасибо. Смотрите, это как наша жизнь, правда? Всё время мечемся, куда-то спешим, движим. А это наша зона комфорта, правда? И многие боятся из неё выходить, чтобы начать новую жизнь. А вы умеете прислушиваться к себе? Ведь самый лучший психолог – это вы сами поговорить с собой и сказать, что тебе не нравится, что тебя тревожит. Так же самое многие задают вопросы психологам, да? А вы сами себе задайте вопрос. Вот в чём именно ваша жизнь вас не устраивает? Ведь психологи что делают? Они просто вас слушают. А выход с этой ситуации, больной вами, теми, вы находите сами. Стоит только спросить саму себя, что тебе не нравится. Как легко и просто, правда? Девочки, просто балдею. Балдею. Смотрите, какая горячая вода. Как она ослабляет. Вы знаете, у меня поломался штатив, но меня никто не сломает. Видите, какая красота. И совсем даже не холодно. Хорошего понемножку. Ух, свежий воздух, девочки. Свежий воздух, как классно. Какой релакс. Но у нас ещё кучу дел. Чан-чан-чан-чан-чан. Как всегда, беспорядок у Тани. Какие старинные окна. Кто знает, как они закрываются. И гляньте, какой у меня видос здесь с окошка. А какая тишина. Смотрите, здесь тоже реставрируют ещё. Боже, какая прелесть. Гляньте. Это у меня всё с окошка. И горы. Здесь даже холодильник есть, ребятки. Так что ж, отпразднуем. Представьте, какая прелесть. А воздух какой свеженький. После ванночек. Представляете, когда его реставрируют. Какая будет красота. И какой будет вот там вот вид наверху. Это же вообще, это люксовские будут номера, а. Кошмар, это же всё история, ребята. Вы только посмотрите, какая тишина, ребята. Тишина. Вот эти апельсинки можно кушать, ребята. Это свежие. Класс. Вы только смотрите, какая красота. Ребята. Это же просто прелесть, а. Ребят, это же сказка, а. Такое ощущение, что мы в сказке, правда? Кстати, нам уже нужно идти в ресторан. Интересно, что нам сегодня надо поужинать. Слышите, музыка с бальярией доносится. Идеальная тишина. Помнитки на первом этаже. Смотрите, подсвечники, реалмы. Тебя-то, правда, здорово. Просто здорово. Смотрите, у каждой комнатки своя тарелочка. Даже классно, что меня поселили на втором этаже, чтобы меня никто не тревожил. Представляете, самая последняя комнатка. И какая тишина, гляньте. А вот, смотрите. Ой. Все-таки, как дополняют, да? Вот такая мебель, такая обстановка. Ресторанты. Вот, смотрите, такой светильничек. А, ну-ка, пошлите посмотрим, что у нас еще здесь есть. А, это зал какой-то. Вот, смотрите. Это зал какой-то сборов. Ой, ребята, вы глядьте. Для специальных банкетов. Вау. Боже, как здесь тепло. Вы знаете, я так боялась, что здесь будет холодно. Здесь в каждой комнате. Смотрите, какая красота. Обратите внимание. Ребята, это здорово, правда? Я знаю, что это на любителя. Ну, мне, мне очень, очень нравится эта обстановочка. Знаете, здесь берегут каждую деталь. Вот, казалось бы, да? Как здорово. Напишите, пожалуйста, вам понравилось. Я, честно говоря, не знаю. Это мое. Мне очень нравится. Я предпочитаю вот такие больше отели, чем какие-нибудь там шумные обезьянники. Но, особенно для зимы, это, я думаю, идеальный. Правда, вариант. Ну что, пойдем прогуляемся. Надо, смотрите, при входе. Какая красотиня. Знаете, обратите внимание на эту дверь, а? Это же история, а? Вы можете представить, сколько ей лет? Вау. Пойдем прогуляемся. Честно говоря, уже поздно. Ой, какая тишина, как в селе. Кстати, гляньте, как хорошо нас расположили, да? Я вот в конце. И вот здесь, смотрите, всего лишь вот здесь. И с этой стороны тоже вот эта комната занята. Здорово, правда? Чтобы друг другу никто не мешал. Вы знаете, ребятки, вышла на свежий воздух. Мордаха еще красная, снимаю фотографии, а лицо до сих пор горит. Думаю, пойду сейчас выйду, прогуляюсь немного здесь. Уже бар закрытый, все закрыто. А ну что, просто на свежий воздух. Еще полчасика осталось. Ой, я так разрумянилась, дорогие мои, какая прелесть. А завтра нас ждет еще больше вещей, товарищи. Ну что, теперь вы понимаете, почему я покупала все с собой. Я потом покажу, что я купила, кстати. Потому что больше ничего здесь нет. Только этот бар. Кстати, вы знаете, а неплохо вот так вот вечером гулять. Смотрите, там какая-то копия есть. А вдали, смотрите, город Альмерия наша, а мы в горах. Ну что, пойдем посмотрим. Слышите, водичка шумит. Ряд, ну скажите, что это правда, а балдеж. Водичка журчит. Мини-человечка. А это копия. Вот видите, в Испании очень много таких святых. Смотрите. Кстати, вы знаете, хотелось бы узнать, что за святой. Обязательно завтра узнаю. И вам расскажу. Обязательно у девочек они не должны все рассказать. Видели? Когда будет процессии проходить, да, вот здесь, в этом поселке, вот этого святого выносят, именно и носят по улицам. Вот такие католические праздники, ребят. Представьте, женщина мне сказала имя этого святого. Ну-ка, угадайте, как его зовут? Его зовут Клаудио. Святой Клаудио, а? Как мальчика моего. Прикиньте, а? Ну что, попросим у него тоже, как говорится, желание. Ну что, дорогой нам, дай людям мира. Чтобы побыстрее все эти войны закончились. Чтобы, по крайней мере, людям был мир. Здоровья. Всем здоровья. Все семье здоровья. Всем вам здоровья. Обязательно женского счастья. Обязательно, что, кто желает иметь деточек, говорят, что очень сильно помогают святые вот такие, вот горные такие, вот знаете, далекие. Они исполняют все наши желания. А я бы хотела попросить за мою маму и за мою дочку. Господи, дай Бог, чтобы у мамы было здоровье, а у дочки было, все мечты ее сбылись. И чтобы у нее была чудеснейшая семья и были детки. Ну, если она этих захочет. Ну, чтобы самое главное, наши дети были счастливы. А будут наши дети счастливы, будут наши родители здоровы, и мы тоже будем по-своему счастливы. Правда? Вы только смотрите, ребята, перед ужином вот такой вот закат. Как Альмерию нашу видно хорошо. А я на нее смотрю с горы. Смотрите. Вот сейчас как засяду вот здесь. Вы знаете, с одной стороны даже классно, что здесь больше ничего нет. О-о-о, смотрите, ребятки, а. Здесь раньше были и мусульмане, и крестьяне. Видно, да? Вот это да. Слышите, как шумят ручеечки с гора? Что, дорогие мои, подводим итоги дня. Позвонила только что, где ремонтируют машину. Сказали, что до понедельника, конечно, ее не отремонтируют. Ничего не знаем. Нисколько стоит будет, ничего там. Ну, я буду единственное, что стараться немножко расслабиться. Обязательно. Завтра у нас новый день и новая песня. Палка у меня тоже поломана. Представьте. Так что, вот такая съемка у нас будет все эти три дня. Представьте. Настроение уже поднимается немного. Но единственное, что так устало. Какая тишина, правда, ребят? А феников сколько, гляньте. Кто говорил за феники? Вот вам феники, девчонки. Ну, или сколько? Так, ну что, прошли те ужинать. Интересно, что нам сегодня надо на ужин? Я, короче, взяла медиапенсион, что обозначает завтрак и ужин. Ну, посмотрим, чем нас будет кормить. А днем будем питаться в баре, потому что я хочу тапы. Вы представьте, хотела руку подсунуть, попить водички, блядь. Учить руку не обожрала, ребята. Представьте, горячая. Горячая. Ну что, пошлите в ресторан. Ох тышка. Смотрите, какая мебель. О, тепло как, ребята. Вау, как здорово. Ну что, для меня одной, представляете? О, здорово. Где нам мы сядем? Давайте я вам все покажу уже. Вау. Обязательно хочу комментарии. Обязательно хочу комментарии. Нравится вам или нет? Очень неплохо, правда? Кстати, мне сказали, где Таня, а возьми с собой платье вечернее. Ну, я не вечернее взяла, но такое нарядное. Ну, наверняка я его одену завтра. Сегодня я просто вот в таком виде. Представьте, я одна. А вы в отдельном вечернее платье для себя одноют именно идти кушать или нет? Или просто оделись, чтобы вам было удобно? У меня Ирочка, моя подписчица, попросила, говорит, сними, пожалуйста, все детали. Именно даже, вот, смотрите, кафеля. Ирочка, специально для тебя. Вот, кому нравится архитектура, показываю все. Да мелочи. Даже такой шикарный корабль, а. Ну что, ужин уже запрошен. Меню тоже, дорогие мои. Спасибо, мои девчоночки. Кто мне сделал донаты, девочки, огромное вам спасибо. Я сегодня уже прослезилась, я вам честно говорю, огромное вам спасибо. От чистого сердца. За нас всех и за наш отдых. И все у нас будет хорошо. Давайте, люблю вас, спасибо вам. Кстати, я заказала себе Ривера. А вам какое вино нравится, темное или светлое? Кстати, девочки, я сегодня сказала, что я у меня свой канал. Посмотрим, что нам приготовить на ужин. Потому что я объяснила им, что я именно хочу, чтобы много людей, побольше людей приезжали сюда. Ну и у меня усики остались. И чтобы узнали такие шикарные места, как Андалюсия, где я живу, в которой я воржусь. Которые я хочу показать побольше людям, чтобы узнали о ней. И, конечно, приезжали побольше. Вот такие шикарные места. Они недорогие, вы знаете. И в конце обязательно покажу и расскажу, сколько стоило все полностью процедуры. Потому что завтра у меня будет еще больше процедур. На первое у нас пуре де карабасин. Легкий ужин. Ребятки, очень-очень вкусно. Заценяйте хлебушек. Хрустит, да? Девочки, я вам честно говорю, у меня до сих пор лицо. После именно вот моей приема ванн до сих пор не могу прийти температура. И вы знаете, что мне понравилось? Хотелось заметить, что именно во всем полностью здании, в комнатах, даже вот такое большое здание, как вот здесь, где я сижу, Ну, это просто температура идеальная. Я взяла с собой теплую пижаму. Думала, что здесь будет холодно. Девочки, мальчики, я вам честно говорю, температура адекватная. Я сижу в свитерочке, парюсь, просто парюсь. Дорядка, что должно пройти 40 минут. У меня уже, наверное, часа два прошло. Я еще, смотрите. Ой, класс. Я сегодня сейчас покушаю, девочки. Я вам клянусь. Я задрыхнул, блин. Без задних ног, клянусь, а. Вы слышите эту песню? Знаете, почему, девочки, это знак? Мы сильные женщины. Мы все сможем. Мы все предстоим. Мы все преодолеем. Посмотрите. Завтра будет новый день. А сейчас будем ужинать. Гляньте, что мне принесли. Сегодня ужин. Легенький, легенький, рыбненький, фруктовый, овощной. Еще у нас еще будут, девочки, дорогие мои, мальчики, даже постры. Постры это сладкое. Это именно сладость, именно типичная серо-арамия. Девочки, я не знаю, кто-то нахомячился, я не знаю, где спать будет. Еще раз за нас. Дорогие мои, и за вас. Боже, женьте, я сижу потихо, потом обливаюсь, а. Теперь видите, что такое дурада. Я, честно говоря, баран. Но не понимаю я название. Я была в Альмерии, в Алькафлава, да, и вот именно хранилища воды Антигуа, ну, старинные были. Вот именно такой формы было тоже потолки, вы знаете. А кто его знает? Может, и правда это раньше были какие-то хранилища воды? Уважаю этот стиль. Арабы, ох, я торчу. Я просто торчу от него. Так, сейчас будем пробовать, что у нас такая здесь вкуснятина. А-а-а, ребята, мусс, обалденно, надо будет спросить, как оно название. Я вам напишу название, как оно называется здесь. Но говорят, что-то типичное здесь блюдо, ну, именно, постры. Такой привкус сладенький, знаете, как молозиво в таком плане. И малиновый джем прямо вообще добавляет, обалденно. Вах, вот это я наелась. Знаете, мне очень понравился ужин. Завтра я вам расскажу подробности. Все, что я хотела вам сказать по поводу ужина. Ну, как я вышла с ужина, смотрите, что я нашла. Та-да-да-дам, та-дам, бананчики канарские. Ну, посмотрите, какие они маленькие. Мази-пузенькие, они зато настоящие. Мази-пузенькие.